Куда едешь, сынок? Вдруг спросил старичок. На работу, на отдых, учиться? По призыву ЦК. В Балаково пока. Нас на стройку послала отчизна. Герой этого стихотворения – обычный строитель, который полвека назад, так же как и тысячи молодых парней и девушек, приехал в Балаково на всесоюзную комсомольскую стройку. Они возводили грандиозный объект – Саратовскую ГЭС. И на этой стройке всегда было место трудовому подвигу. Начинали с простых должностей – мастер, старший прораб. Потом уже появились должности более высокие. Приобретали опыт, учились работать с людьми. Это самое сложное, надо сказать. На гидромонтаже было со всего Союза здесь. Порядка пяти тысяч человек где-то было. И вот в 67-й год, помню, мы за этот год выполнили 17 годовых планов. Строительство тогда, с чего начинался? Вот котлован ГЭС. С основания. И там в основном работали на выравнивание женщин. И были женские бригады. Сейчас те строители уже на заслуженном отдыхе. Но их воспоминания – это яркая страница в истории Балакова. Поэтому конкурс «Мой город на воде», организованный Саратовской ГЭС совместно с Центральной районной библиотекой, призван сохранить эти воспоминания для потомков. Конкурс особенно ценен. Он ценен тем, что он связывает поколения. Поколения наших созидателей, тех, кто строил не только ГЭС, строил город. Потому что те, кто строили гидростанцию, их смело можно назвать строителями всего города. Но и тех, кому предстоит наш город развивать, кому предстоит наш город строить, расширять, украшать. И юные участники конкурса после общения с героями тех событий узнали секрет комсомольского отношения к своей работе. Нужно иметь и железную волю, и иметь и хорошую физическую подготовку, и эмоциональную, потому что работать всегда приходилось. Как я, опять же, знаю, как мне рассказывали, то, что работать нужно было очень сложно, долго и усердно. О том, как возводилась Саратовская ГЭС, рассказывали сами очевидцы того грандиозного события. Участники конкурса брали интервью у строителей, искали хроники и архивные вырезки из газет, чтобы ролики получились интересными. Нужно не просто переписать то, что тебе рассказали, а у этого человека узнать самое интересное, заинтересовать того, у кого ты берешь интервью. Чтобы он тебе говорил правду, чтобы он тебе говорил искренне. И поэтому интервью в журналистике всегда на первом месте. Это очень важно, разговорить с человеком. Поэтому, когда я просматриваю, как член жюри, вот ваше интервью, на это, конечно же, обращал внимание. Насколько интересно было тому, кто знает вопросы, и насколько интересно было разговаривать тому, кто отвечает на эти вопросы. Вторая номинация была посвящена подготовке презентаций. Ребята рассказали о легендах и мифах рек Волоковского района, и Саратовская ГЭС для участников конкурса в этой номинации подготовила удивительный подарок. Дело в том, что компания «Русгидро» выпустила книгу, книга сказок, мифов и легенд рек всей нашей страны. Она еще не вышла в широкий круг, еще не было официальной ее презентации, но здесь и сегодня вы, участник этого конкурса, будете иметь ее в руках. Победители и призеры в каждой номинации получили призы от Саратовской ГЭС. Кроме этого, сертификаты и познавательные книги вручили всем участникам конкурса. Но самым главным подарком стали бесценные моменты живого общения подрастающего поколения с очевидцами исторических событий.